Почему возникает боль в ногах, руках, пояснице, груди, шее и затылке? При подобных симптомах врачи ставят диагноз остеохондроз и назначают лечение, однако оно чаще всего не помогает. Самая частая причина появления боли в мышцах – фибромиалгия. Из-за чего она возникает и как с ней бороться? Давайте разбираться. Исследования показывают, что у пациентов с фибромиалгией снижен уровень серотонина в головном мозге. Кроме того, у пациентов с фибромиалгией замечено наличие чувства разбитости после сна или частое пробуждение. Нередко болезнь связывают с психологическими факторами – травмами или инфекциями. Здесь мы видим те самые участки, которые и подвержены боли – поясница, шея, колени, плечи, локти и не только. А какие еще симптомы, кроме боли, могут появляться при фибромиалгии? Кроме боли фибромиалгии протекают также с психоэмоциональными нарушениями. Это бессонница, нарушение режима дня, также может быть ощущение покалывания и болезненности в различных частях тела, а также нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. Не существует каких-либо анализов или рентгенологических исследований, подтверждающих диагноз фибромиалгии. Они назначаются только для того, чтобы исключить другие заболевания. А как же бороться с фибромиалгией? Чтобы справиться с данными симптомами, необходима как медикаментозная, так и немедикаментозная терапия. К немедикаментозной относится лечебная физкультура, это, например, плавание, катание на велосипедах, прогулки пешим шагом, также соблюдение диеты, ограничение алкоголя, жареной копченой пищи. К медикаментозным относятся назначения антидепрессантов. Поэтому, если вы почуслили какое-то недомогание, обязательно обратитесь к врачу. Фибромиалгия – заболевание, которое не вызывает ограничения движений и деформации суставов, но значительно ухудшает качество жизни человека. Часто таким пациентам советуют дополнительные процедуры, например, озонотерапию, иглоукалывание и даже клинический пилатес. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ.